На данной диаране показаны один за другим бесконечно храбрые подвиги связистов. Экскурсия для героя. В первую очередь Геннадию Кучкину показывают музей воинской славы. Он посвящен связистам. В годы Великой Отечественной перед отправкой на фронт они обучались именно в этом помещении. Живая история из уст школьников. Трогает душу и вызывает гордость за современную молодежь, признается герой Советского Союза. Без глубокого понимания истории Отечества, глубоких чувств и уважения к своему Отечеству, как надо работать в нем, жить и как его защищать, мы просто-напросто не сможем существовать как цельное государство и как мощная и сильная страна. В военной службе Геннадий Кучкин отдал 20 лет жизни. Окончил Ульяновское танковое училище, командовал взводом. В 81-м отправился в Афганистан. Ум и хладнокровие не раз спасали жизнь ему и его подчиненным. Главным для Геннадия Павловича всегда было любой ценой сохранить людей. Когда мои солдаты попали в сложную ситуацию, ну то есть были окружены, надо было их выручать и выводить, как бы спасать. И вот в ходе боя, в динамике боя было принято мною решение вызвать огонь на себя. В том бою никто не погиб, маневр удался. А вскоре в 83-м на груди командира Кучкина засияла звезда Героя Советского Союза. Сегодня Геннадий Павлович о своих подвигах рассказывает ученикам 37-й школы. Я чувствую гордость, что в нашей школе такой человек и что он делится с нами своим опытом. Чтобы воспитывать патриотизм, чтобы мы любили свое отечество и чтобы не было никогда войны, не было ничего плохого, чтобы мы не повторяли ошибок прошлого. Это воспитывает в нас граждан своего отечества, своей страны. И это воспитывает не только патриотизм, но и мужество. Герои России и Советского Союза, которые приняли в Самару вахту памяти, посвященную параду 7 ноября, не забывают и о тех, кто стоял с ними в одном героическом строю. Сегодня на доме номер 28 по улице Мяге появилась мемориальная доска. На ней имя Владимира Бешко, который получил звезду Героя за неоценимый вклад в победу во время Великой Отечественной войны. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События.